Как дела, Ярослав? Нормально? Ты все взял? Инсулин? Молодец. Глюкометр и инсулин теперь всегда и везде рядом с Ярославом по-другому нельзя. Как только падает уровень инсулина, нужно делать укол. Потому и аппарат всегда рядом с игрушками. Ярик еще ребенок, но из-за болезни стал собранным и многому научился. Мы достаем тест-полоску и вставляем в глюкометр сам. Потом протыкаем специально вот этим и просто прикладываем палец. Диагноз диабет поставили Ярославу Иршову два года назад и вместо долгожданного 1 сентября, когда первый раз в первый класс пришлось ехать в столичную ДРКБ, где вместе с мамой пришлось учиться в школе сахарного диабета. Сейчас это стало образом жизни и стало понятно, что диабет не приговор. Первое время нам приходилось с Ярославом вместе в школу ходить. Я с ним вместе посещала школу, контролировала. Сейчас уж у него и опыт появился, он и подрос, и справляется сам. Сам себе делает, сам себе проверяет. Все препараты Ярослав получает через центральную районную больницу. Первое время пользоваться приходилось глюкометром. Сейчас сенсор Либра позволяет не делать. 7-10 болезненных уколов пальчиков в день, чтобы узнать уровень сахара. Надо нажать на кнопку, и тут пишет, проверьте глюкозу. У меня поставлен специальный датчик, он вот тут вот. Вот потом надо прикладывать, и оно показывает сахар. Таких детей, как Ярослав Ершов, больных с сахарным диабетом в Зайенском районе 15. Возраст от 0 до 18 лет. Врачи говорят, что с сахарным диабетом чаще болеют дети школьного возраста. В основном болеют дети от 4 до 8 лет, с 10 до 12 лет и подростковый период. Могут встречаться даже и врожденный сахарный диабет. В риске заболевания также имеет большое значение и наследственный фактор. Так что, если в семье кто-то болен диабетом, следить за здоровьем нужно строже. Как профилактика сахарного диабета – это здоровый образ жизни, правильное питание и родителей, и детей. Елена Маврина, Денис Ипатов, Новости Заенска.